МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас невеста и три жениха, которые будут бороться за ее симпатию. Это Александр. Он очень злится, когда голоден. Денис, который встречается только с блондинками. И Кирилл. Он уверен, что может влюбиться лишь в мисс совершенства. Женихи видели нашу героиню на сайте Первого канала. Из многих других выбрали именно ее. Невеста увидит мужчин впервые. Чем закончатся эти встречи? Может быть, сегодня здесь и сложится пара, и когда-нибудь один из них захочет сказать другому. Давай поженимся. Итак, я хочу представить вам нашу невесту. Юлия, королева красоты из шахтерского городка. Юлия, 26 лет. Первый гражданский муж добивался ее полтора года. Но она не представляла его отцом своих будущих детей и отказалась регистрировать с ним отношения. Со следующим возлюбленным она рассталась, потому что он чаще думал не о ней, а о выпивке. Юлия банковский работник. Выросла в шахтерской семье в Кемеровской области. Юлия признается, что поклонников у нее много, но она одинока, потому что ждет настоящего чувства и без этого замуж не пойдет. Она мечтает встретить спортивного, высокого, храброго мужчину, который станет ей мужем и партнером по аргентинскому танцу. Мы вас ждем. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Смотри, какая девушка хорошая. Действительно хотите замуж? Да, конечно. Ну а попытки были уже? Попытки создать отношения, семью, да, конечно, были. Расскажите. Это было две попытки. Первая еще в юном возрасте, с 17 до 20 лет, первые отношения в течение трех лет, которые, так скажем, не закончились результатом, не закончились браком. Почему? Не хотели? Нет. Просто так сложилось, что человек, который, в конечном итоге, все-таки сделал мне предложение, но за эти три года не смог показать, не смог реализовать, доказать то, что он именно тот мужчина, который способен создать семью. Так говорит, наконец-таки сделал, это как будто она его добивала, знаешь, долго и упорно. И все-таки мы разродились. Человек был очень импульсивный, очень, так скажем, ну, на мой взгляд, слабохарактерный. А в чем его было? Да, он любил выпить и лишь проблемы с алкоголем. Вот, ну, это основное, я думаю, для женщины. Но все-таки вы с ним были три года? Да, мы были три года, но тем не менее... А что вы хотели... Он был старше вас, да? Да. Но я знаю, что он через три года опять объявился. Да, через три года была попытка сделать повторное предложение, но все-таки, как говорится, дважды в реку не войдешь. А вы эти три года с кем-то встречались? Да, я пыталась построить отношения. Верта, был, так скажем, мужчина, который предлагал мне совместно проживать, как-то создавать отношения, но у него была семья, а для меня это очень важно. То есть если мужчина уже имеет семью, имеет ребенка и супругу... То есть он предлагал вам роль любовницы, да? Да, я никогда не вмешиваюсь в чужие отношения, потому что, ну, в первую очередь, это женская солидарность. Я бы не хотела оказаться на месте той женщины. Правду говорите? Конечно. Ну, ведь тот молодой человек, который за вами упорно ухаживал, он все-таки развелся? Нет. И вы с ним в полгода жили в Москве, у вас были какие-то отношения? Нет, там немножко другая история. Мне нравился очень сильно молодой человек, когда я еще не жила в Москве, но на тот период он был, да, он был семейным, поэтому я не вмешивалась в эти отношения. И когда мы увиделись с ним уже в Москве, его отношения как бы закончились, и он развелся, и, собственно говоря, уже после того, как он стал свободным человеком, мы стали встречаться, и мы стали жить вместе. Мы жили вместе три года, но в конечном результате причина одна, собственно, самая основная, которая прошла нитью через мои отношения, и первое, и второе – это выпивка. Если он, допустим, приходил домой после работы, там, брался, там, не знаю, стакан пива, выпивал, и как бы все. Нет, если бутылка пива, то это нормально. Это нормально. А он пропадал по пабам, вы говорили, да? Да, пабы были. Пабы были. А бабы в пабах? Пабы, не знаю, но надеюсь, что нет. Я верила на то, что их не было там. Ну, понятно. И что, вот он вас туда не приглашал, а приходил на бровях, что ли, или как? Нет, были моменты, когда мы встречались с компаниями, друзей, но мне этот образ жизни, как бы я могу, там, допустим, раз в две недели, там, в месяц, но когда это каждую пятницу, такой стиль отдыха... Юлечка, я про вас поняла. Вы просто такая правильная моральная девушка, которая насмотрелась, намыкалась, приехала, сделала здесь карьеру. Имейте право жить с таким человеком, который вам будет нравиться, и ничего не терпеть, потому что если в молодые годы терпеть, что пришел, ну ладно, на это закрыл глаза, на это, что будет дальше? Я бы хотела задать вот такой вопрос вам. Вы знаете, что такое любовь? Вот любили когда-нибудь сильно, до безумия, или, ну, просто очень сильно? Да, я думаю, что любила, и я знаю, что такое любовь. А как считаете, нужно преодолевать в жизни трудности? Вот в семье для того, чтобы прожить хорошо и долго, нужно сначала что-то перебороть, что-то преодолеть, или все-таки лучше, если путь сразу будет гладким? Я считаю, что невозможно, чтобы путь был гладким, потому что трудности в любых отношениях, они есть, и каждый раз они будут новыми и новыми. И, собственно говоря, решая один вопрос, одну задачу, появляется другая, третья. И это в том-то и состоит, настоящая любовь, когда два человека готовы это строить. Юлечка, скажите, пожалуйста, у вас много поклонников, в принципе, вот есть, было? Короче, разумная девочка. Да, очень. Очень такая, вот сразу видно, интеллигентная, разумная девочка. Вы знаете, да, я нравлюсь мужчинам, но я не воспринимаю их как поклонников, как ухажеров, потому что я все-таки такой человек, я очень верная. И если я начинаю встречаться с человеком, я сделаю... Спасибо. Они видят, что верны, но не смущает тот вопрос, что у нас женат не встречалась. И если я начинаю... Я не про это говорю, потому что, да, все мы верны. Просто вокруг одних вьются мужчины, а вокруг других не вьются. Я хочу спросить вас о том, что вам есть, в принципе, с кого выбирать-то? Ну, так скажем, что вокруг меня вьются мужчины. А что в этих мужчинах не то? Почему вы с ними не развиваете отношения свои? Потому что это контингент тех мужчин, с которых не приходится выбирать, потому что они в качестве просто знакомых, коллег по работе. Но это не те мужчины, которые делают предложения, предлагают встречаться. Это не тот класс мужчин, которые готовы создать семью, которые готовы... А как вы, не встречаясь, не зная, делаете вывод, что они не готовы создать семью? Откуда вы? Вы что, ясновидящие или как? Ну, как вот не встречаясь, не живя, можно сделать такой вывод? Может быть, самой как-то надо? Дело в том, что те люди, которые мужского пола, которые находятся рядом со мной, они, так скажем, находятся не для того, чтобы встречаться. Вы работаете в стрип-баре, в стрип-клубе? Нет, я работаю более серьезной профессией. Вы работаете в банке? Да. Ну, классные банкиры, мужчины, почему нет? Хорошо, значит, с образованием, при деньгах. Вы же замуж-то хотите? Очень хочу. Слушай, нам замуж хочется. И нам дети нужны. А ты готов, кстати, потому что тебе нужны дети? Кстати, ты думала об этом? Хорошо, тогда какого мы хотим мужа? Мы хотим мужа, который уже готов к созданию серьезных отношений. А как узнать, вот он готов или не готов? Мы у него спросим. Вы хотите, чтобы мужчина был социально выше вас? Да, обязательно. Обязательно. Чтобы зарабатывал, соответственно, больше? Ну да, конечно. То есть вы предпочитаете расти вместе с мужем или вы хотите уже заслужили готового мужчину, которому не нужно вместе с вами расти, делать карьеру и так далее? Нет, мне кажется, что мужчина уже должен стоять на ногах, но в любом случае прогресс он будет, причем этот будет прогресс совместный, ну как, собственно говоря, будет угодно. Я тоже не готова останавливаться на достигнутом. Да, про вас понятно. Какие недостатки будут раздражать, и даже не будете рассматривать? Просто закройте глаза, переждете, вот пока он отсюда идет в свою комнату, и все. Вот есть что-то такое, что вас просто, ну, вот с первого взгляда раздражает, не любите, не нравится? Раздражают очень сильные и очень импульсивные мужчины. Очень хорошо. Напористые такие, да, темпераментные? Очень темпераментные, да, меня не пугают. Она сама по себе спокойная, и хочет человека тоже спокойного. Так им там, я не знаю, через год станет настолько скучно, что нет вообще огня и страсти. Тогда я не могу представить, как если вас пугают такие мужчины, хотите партнеры по аргентинским танцам? Ну, с партнером, как бы там, собственно говоря, выбирать не приходится, приходишь на занятия, и уже люди пришли специально для того, чтобы потанцевать. Ну, и тогда бы какой-нибудь там ушуиста бы выбирали бы, а вы же хотите по, да, если по темпераменту. Ну, я не люблю агрессивных людей. То есть мачо это не ваше, да? И при этом вы хотите, чтобы вас добивались. Не чувствуете диссонанса? Мужчины очень спокойные, не агрессивные, почти никогда не будут активно двигаться в направлении женщины. Они будут предпочитать чувствовать отдачу с ее стороны. Я бы сказала так. Я не зря ведь вас спросила про жизненные препятствия и про то, должны ли мужчины с женщиной бороться за счастье. Потому что у вас в гороскопе отчетливо понятно, что вы действительно видите счастье, как преодоление барьеров, в том числе и личное. Но иногда эти барьеры сами воздвигаете. Знаете, такая программа. Вот нет барьеров, нет счастья. Надо что-то преодолеть. Очень усложняет отношения, сама причем усложняет. Еще ничего нет, а уже. Я очень хочу, чтобы на сегодняшней программе, если вы не мужчину бы встретили для себя, то хотя бы увидели, где вы сами искусственно эти барьеры строите по отношению к ним. Мне кажется, что если нам удастся это сделать, показать вам это искусственное возведение барьеров и стенок, мы уже свою задачу выполним сегодня. Я буду очень благодарна. Мне бы, собственно говоря, понятно, чтобы я вам сейчас тут умная бы или житейская бы не рассказывала, все равно вы это не услышите. Потому что у вас собственное представление о том, чего вы хотите. Значит, я вам просто даю обычное напутствие. Руководствуйтесь идеей Дарвина. Голос крови. Какой самец вам нужен, такого вы убираете. Вот на что туркнет, то и берите. Хорошо. Давайте посмотрим на первого жениха. Александр, 28 лет. Он должен был жениться на девушке, с которой его познакомила мама. Была намечена свадьба, но молодые не договорились, где они будут жить. Невеста отказалась уезжать из родного города в Москву. Вскоре вышла замуж за другого. И Саша понял, что она готова была выйти за любого. Александр студент, будущий менеджер по туризму. А сейчас занимается оформлением праздников. Саша признается, что он бывает злым, когда голоден. С ним лучше не обсуждать важных вопросов в этом состоянии. Он мечтает о четверых детях, потому что считает, что единственный ребенок в семье всегда вырастает эгоистом. Юля сразу покорила его сердце красотой и умным взглядом. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо большое. Очень красиво. Пойдем. Спасибо. Спасибо. Не в моем вкусе. Не в моем. Здравствуйте. С кем вы пришли? Мой брат. И моя мама Алла. Очень приятно. Александр, как так получилось, что предложение девушки сделали, а жениться отказались? Так вышло, по сути, по своей, то есть. Я понимаю, что так вышло. А что за причина? Мне кажется, это не он отказался. Это так у них просто сложилось, что она отказалась ехать сюда, в Москву. Вот в чем была причина, что она не захотела. Он, собственно говоря, не отказался. По сути, да. Если бы приехала, я думаю, все было бы. И что, это вот вы так легко сдались? Может, там любви-то большого не было? Нет, прошло просто время определенное, как бы, да, и девушка вышла замуж. То есть мы переписывались, общались как-то, и в итоге потом... И вдруг она пишет, что она вышла замуж? Да, а потом... А-а-а, удивительное мы создание. Надеюсь, я не такая грустная история, как у Милы. Нет, у меня гораздо позитивнее из жизни утверждающих. Длительные отношения были какие-то у вас? Роман был долгий? Ну, вот если про первую любовь рассказывать, то добивался девушку, ну, как недолго, наверное, месяца два. Вот. Далее, опять же, я каждый год, да, два раза в год уезжаю, как бы, домой, как бы, в отпуск. Первая любовь там тоже как-то не состыковалась. Приехал, вроде девушка говорит «да», но у меня уже другая девушка, как бы, появилась. То есть, вот, и потом... То есть, у тебя было несколько девушек одновременно, что ли? Нет, не то, что несколько девушек. Несколько девушек. Короче, все ясно. Ну, у вас же ведь были длительные отношения, пять лет целых. Не помню? Ну, как это, это не, как назвать, отношениями. То есть, это пять лет любовь проходила, можно так сказать. Она знала, что вы ее любите? Да. И она меня тоже любила. Но у вас были с ней близкие отношения? Ну, близких не было. А что вы делали-то? Патологическая любовь. Пять лет, и что, никакого секса, чтобы у них не было? Нет. Сила. А, платоническая. А у нее с кем-то не было неплатонических отношений параллельно, нет? Нет, не было. Может, она ждала от вас? Ну, как бы, были стихи. То есть, она стихи писала, я писал стихи. Ужас какой, пять лет? Ну, нет, не пять лет, почему? Вот, первое время два года, а потом как-то вот оно... А что вы ее замуж-то не позвали? Мамка не разрешала. Молодая еще была. Молодая. А у меня вопрос, кстати, вот в помощи-то это... Думаю, еще совет какой-нибудь типа про любовь, про морковь. Куда невесту приведем? Невесту домой приведем. Он зарабатывает себе, конечно, и на коллективы, и все у него будет, но... Всему свое время просто. Он сам все это делает. Понимаете, на готовенькое каждый хочет прийти. Почему нет? Правильно? Я считаю, что мужчина, молодой человек, парень, если ему задать вопрос в 28 лет и сказать, опиши, пожалуйста, вот на пять лет вперед твои планы, как ты себя видишь, чего ты хочешь, насколько реально добиться тех или иных результатов, потому что невозможно с таким мужчиной. Если он не знает, чего он хочет и как он будет этого добиваться... А вы у Саши спросите. Мне будет очень сложно. А вы его спросите. Да, Саша, с удовольствием адресую тебе этот вопрос. Я знаю, что я хочу от этого жить. В ближайшие пять лет примерно твоя перспектива, как мужчины, который будет крепко стоять на ногах, вот примерно пять лет... Понятно, понятно. Понимаешь, вот эта вот неуверенность такая внутренняя, и она есть в нем. Не, ну я пришел сюда как бы... Не про деньги разговаривать, да, то есть не про материальное положение. То есть на самом деле хочется найти девушку, которую ты полюбишь, да, то есть которая будет тебя любить. Да, я понимаю, что с милым рай шалаше, да, если милый аташе, согласен, но тут свои нюансы тоже есть. То есть все будет. И хочется, чтобы просто с тобой вместе шагали в ногу и так же росли. И комплекс тоже самого, материальное положение, все это, разговор об этом. Надо быть уверенностью, нету все. Можно искать себе спонсора, а можно искать того, кого ты любишь. Нет, ребят, я не ищу спонсора, это однозначно. Я ищу именно любви, взаимопонимания. Но и с деньгами. Создание семьи. Но когда я задаю мужчине, любимый, дорогой, а что у нас будет через год, через пять лет? Ответь мне, пожалуйста, я могу планировать семью, я могу планировать детей? Понимаете, она сильная какая-то. Она сразу будет прямо. Она вообще просто необыкновенная такая. Хотя бы услышать какие-то вот ответы, что да, вот будет так-то так. Слушайте, вот я смотрю не на первой программе, думаю, какое все-таки счастливое мое поколение. Мы вообще этим вопросом не задавались. А что только должны рожать, и жениться только те, у кого есть квартиры какие-то большие. Почему, Юлечка? Нет, Лариса, немножко неправильно меня просто поняли. Я не имела в виду какой-то вот кусок чего-то материального, безумного. Я не про это говорила. Я просто хочу увидеть, насколько у Саши в голове есть вот понимание того, кем он станет. Как же это не видно? Он только про это и говорит. Ну как же? Он же получает образование. Я могу сказать, что он очень ответственный человек, и все у него будет. Я не сомневаюсь. Потому что он для этого прикладывает очень большие усилия. Он с 15 лет здесь один в Москве, и сам пробивает себе дорогу. Никто не сомневается, что будет только в другое время. Я не знаю, даже я вообще что-то сомневаюсь сама. Как-то да. Ой, а я-то как засомневался. Покажите сюрприз, который вы приготовили. То, чем я занимаюсь, в большом счете. Он организатор праздников. А он мне сейчас что-то слепит, что-то шариков. А, праздники. Человек-праздник. Ой. Какая прелесть. Это тебе. Спасибо большое. Сами, правда, это все сделали, да? Александр, очень красавец, понравился. Очень. Это первый в моей жизни букет подобного рода шариков. Никто никогда жизни мне такого не дарил. Спасибо тебе. Очень красивый подарок. Очень красивый, да. Необычный. Вы можете понаблюдать из своей комнаты за своими соперниками. Спасибо. Проходите. Как тебе понравилось? Понравилось, да? Не знаю. Понравился Александр? Мне кажется, что Александр на данный момент не готов создать семью. А в чем его неготовность? Потому что, во-первых, у него ну вот у него некие противоречия слышны. С одной стороны, он готов действительно добиваться. Видно, что он настроен серьезно на будущее, на семью, стабильные отношения. Но, с другой стороны, это все в далекой перспективе, да? Ну, все хотят наготовить. Ну, все хотят наготовить. Все не хотят ничего строить, ничего добиваться вместе. Он пришел к девушке, заведомо зная, что она готова сейчас и хочет сейчас создать семью. А он, ну, видно, что он внутренне наготов, на мой взгляд. Что вы скажете? Я согласна с Марией. Он добился каких-то своих определенных успехов и видно, что он перспективный человек и что все у него получится. Но, я согласна с Марией, нам нужно это сейчас. Вопрос времени, получается. Что вы скажете? Саша очень хороший молодой человек, но, опять же, все-таки не вижу вот именно четкой готовности именно сейчас. Я поняла вас, Юлечка, готовность, это действительно, Василиса не просто так задала вопрос, есть ли ему куда вас привезти. Раз она так говорит, раз у нее такие подружки, значит, и она сама такая. Я вам хочу сказать, правильно, что москвичи, московские мужчины, имея какое-никакое состояние и квартиры, боятся приезжих девушек. Бойтесь и дальше. Вы правильно все делаете. потому что вы действительно хотите получить готового мужчину сегодня уже и готовность для... Чего вы головой машете? Боже мой, да вижу, я все это знаю. Сегодня уже хочется готового, но не рублевка, но где-то хорошо быть. вот по этой дороге нет, потому что, поверьте мне, ничего нет круче, чем начать со своей ровней строить что-то себе свое и стариться потом дальше вместе. Молодые должны жить с молодыми, вместе, вместе, вместе работать, зарабатывать и так далее. Нет ничего лучше. Поверьте мне на слово, я по-разному начинала свою жизнь, но никогда не приходила на готовое. Я свободна, я свободна в том, что ни один из моих мужчин, который у меня был, никогда мне не мог сказать надоело забирать своих детей и уходи, потому что все, что я строила, я сама строила, а не потому что, как же милый, а я же тебе носки стирала, я же готовила поэтому пополам. Поэтому не обижайтесь, что мужчины сейчас записывают свое состояние, когда женятся на приезжих девушек, на маму, на брата, на свата, на кого угодно, и в этом не должно быть никакой обиды. Попробуйте заработать вместе что-нибудь. В чем, миленький, можно ребенка привезти в съемную квартиру, но весь мир так живет. Видите хорошего парня, перспективного, достоинства не пьет, глаз не блуждающий, не имеет каких-то там порочных привычек и так далее. Берите и взращивайте. Так чем бы тогда Александр не угодил? У мамы глаза горят, мама просто за сыночку горой. Парень, ты хороший. Самое главное, это дух. Вот дух. Идет речь о психологии. Вот Александр не готов. Какая психология, какая психология. Парень с 15 лет пашет здесь, в Москве держится руками и ногами, чтобы получить... У него слишком расплывающиеся. Ничего не расплывающие. Вот мужики, которые действительно... Долгосрочная перспектива. Ну и давайте посмотрим на второго, на следующего. В эфире Давай Поженимся. Это программа о выборе с петникой жизни у нас в студии невеста Юля. И я предлагаю нам посмотреть на второго жениха. Денис, 29 лет. Все его девушки были блондинками. Он признается, что любит глазами, но за красивой внешностью со временем разглядывает недостатки. Одну свою возлюбленную он бесконечно ревновал, другая оказалась скучной, а третья располнела. Он не смог этого терпеть и ушел без объяснения причин. Денис работает в металлургической компании. Заочно учится на втором курсе профильного вуза, занимается научной работой. Он планирует завести троих детей, ради которых будущая жена должна будет оставить работу. Увидев фотографии Юлии, он сказал, это моя девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, королевы красоты! При таком изящном... При таком свете ты так изящно выглядишь. Спасибо. Я тебя провожу. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте, Бенис. Кто эти красавицы? Это мои очаровательные подруги, Карина, Наталья. Всегда меня поддерживают. В чем? Во всем. В чем, интересно, девушки могут поддерживать мужчину? Нет, я не знаю. Послушайте, я знаю, что вам нравятся исключительно блондинки. Светлого волоса. Вот сидят две блондинки. А что они зароманили тогда? Я бы с удовольствием, но мы очень давно дружим, поэтому я знаю четкую границу дружбы и не переступаю. Ну, если кто-то из нас, допустим, хочет это переступить, я думаю, что он подойдет, скажет, а там уже... Они же пока не хотели, да? Пока нет. Пока же, Бенис, такого не было. То есть все может быть. Я тоже говорю, что дружить можно с мужчиной только с тем, который тебе очень нравится в этом смысле. Даже если ты мозгом понимаешь, что у тебя с ним никогда ничего не получится, но в принципе все равно должно быть в этой дружбе что-то будоражащее. Поэтому наша половина не зря нас к друзьям ревнует. Ясно, Денис. Прям такая любовь к блондинкам. Вообще слабость моя. Вот смотрю на Юлю. Ты собираешь коллекцию? Денис, у вас было три вот таких вот взрослых романа, да? Да. Первая моя любовь, как и у всех в 17-20 лет, без прагматизма, такая чистая любовь. Девочка вот была, она такая умненькая. Но вот как у нас получилось, мы встречались, в детстве там в одном дворе жили. Значит, ну, она уехала учиться. Я поступал в Петербург, она в Екатеринбург. Вот в этом плане мы разошлись. Второй роман длился 8 лет. Это уже по-серьезности. Вы жили вместе? Нет. Мы тоже по разные стороны жили. Ну, она училась в институте, в другом городе. Но встречались вот с родителями, очень хорошие отношения у нас были. Очень интересно мы познакомились. Мне вот самому нравится. Если хотите, расскажу. Это был ночной клуб. Ну, и начинаются медленные танцы. Стоит девушка сзади, тоже такая высокая, красивая, как ты. Думаю, дай подойду. Подхожу, она поворачивается, тоже такая красивая. Ну, вот с этого все началось. Мы встречались тоже годика три. Вот жили, она уехала поступать в институт. Ну, там, конечно, уже пореже получалось встречаться. Но, действительно, она любила меня. Ну, единственное, что... А вы ее? Обязательно. А третий тогда? Третий был после нее. Но он длился там месяца два буквально. Она была старше вас, да? Да. И у нее был ребенок? Да. И расстались из-за того, что она была полновата, да, на ваш вкус? Нет, я думал, что меня зацепит она. Внешностью не зажгла. Но я думал, как-то что-то, может быть, понравится мне со временем. Первый, да, первый впечатление. Производить внешность. А дальше, когда ты уже человеком общаешься, дальше уже душа. Кто вас тогда не волил-то взять женщину с ребенком, а еще и внешне не очень нравится? У меня был изумительный характер. Изумительный характер. То есть можно любить? Мы никогда не ругались абсолютно. Вот это меня зажигало просто. Ну, то есть, понятно, для вас внешность все-таки первостепенная. Хотелось бы, конечно, чтобы глаз радовался. А чем вас так Юля зацепила, кроме того, что она крашеная блондинка? Я вот знаю у нее образование техническое. Мне вот тоже нравится, прям по технике нравится. А если бы педагогическое было, то уже не то? Уже то. Уже то. Скажите, пожалуйста, вы ревнивый? Нет, абсолютно. А первую девушку соревновали? Первую безумно ревновал, который вот был. Роман в 17 лет, да. Тогда я еще основу не знал. Основу вот этих взаимоотношений. Это послужило мне уроком. Но потом я уже почувствовал, более самоуверенный стал. И абсолютно сейчас никого не ревнули. А вот вопрос у нас все-таки материальный очень важен. Чего? У нас предыдущий не потянул. А вы? Не потянул что? Ну вот такую красоту. Перспектива только через 5 лет. А у вас? Вы студент. Вы студент тоже. Чем вы лучше-то предыдущего? Ну в том плане материально, как быстро? Куда приведете невесту красивую? Построим общий дом любви. В общем, некуда привезти. Пока нет. Некуда. Ну как некогда? Квартиру снял, вот ты живи себе. У меня вопрос, Денис. Пожалуйста. Вот мне интересно, как Денис относится к домашним семейным вечерам. Допустим, насколько интересно побеседовать с девушкой вечером. Либо более интересно, например, пойти с ребятами в клуб. Ну просто отдохнуть. Все-таки тоже мужчины часто любят проводить вечера со своими друзьями. С друзьями? Ладно, вот с подружками бы не ходил. Меня только смущает обновь. Девчонки. Красивые девчонки. Дело в том, что с друзьями я встречаюсь, да. Но вот отвечая на твой вопрос, безумно за посидеть вместе. Либо дома, либо в кино, либо где-то. Я только за буду. Интересно тогда, допустим, что одновременно ребята зовут, или девочки, да, ну друзья, допустим, да. Какое-то важное событие. И Юля звонит и говорит, вот я сегодня приготовила романтический ужин, и я жду тебя домой. Все, бросаю все, я дохожу. Молодец. Это самое главное. Какой вопрос у вас? А ты как проводишь пятницу, субботу вечер? То есть он тебя сам-то не будет нигде вылавливать, вызванивать? Нет, я, если честно, не клублюсь. Ну, как бы, очень редко бываю в клубах. В основном, собственно говоря, я предпочитаю как раз-таки вот семейную идиллию, в плане там вместе придумать пойти в кино, в театр куда-нибудь, но чтобы было вместе. Денис занимается научной деятельностью. И в это время, конечно же, вас нельзя беспокоить. И как часто вас нельзя беспокоить? Ну, раз в неделю, это точно. Я люблю этим заниматься, я читаю, я вникаю в это. Не просто прочитал, пробежал, я вникаю. То есть мне нравится, мне это очень нравится, я учусь, совершенствую. А у меня другой вопрос, Денис. Насколько вам важен факт такой социальной демонстрации, например, своей девушке-друзьям? Представьте ситуацию. Вы еще никому не рассказали, что у вас с Юлей отношения. И на работе слышите, как о ней кто-то отзывается. Говорит там, да, грудь могла бы быть побольше, или там рост мог бы быть пониже, волосы могли бы быть, например, натуральная блондинка. Ну, мало ли. Услышите, что нечто осуждающее. Это заставит вас задуматься о своих отношениях или нет? Вот по-серьезному. Нет. А девушку ту, которая была полновата, не поэтому, не потому, что боялись продемонстрировать, оставили? Нет, нисколько. Я абсолютно самоверен. Это мой выбор и только мой. Никто мне не может ничего абсолютно сказать. Верю, я верю. Она ему, знаешь, что скажет первую фразу после свадьбы? Чтобы я тебе подруг больше не видела рядом. А я хочу посмотреть на сюрприз. Пожалуйста. Проходите. Это самый приятный момент. Люблю делать сюрпризы. Самый приятный мальчик. Сюрприз, сюрприз. Что же вам подарили? Ой, как красиво. Я прямо вижу. Засуни ручку. Доставай. Доставай, доставай. Все дело в том, что я хочу тебе сказать. Вот ты своим тоненьким изящным пальчиком, можно даже с закрытыми глазами, укажешь мне на то место, где мы пройдем с тобой в ближайший отпуск. Как тебе так? Хорошо, сейчас секунду. Давай. Ой, в Атлантическом океане. Прямо посередине. Хорошо договорились. Спасибо. У вас остался один соперник, конкурент. Посмотрите на него из своей комнаты. Спасибо вам большое. Ну что ты думаешь, Денис? Не знаю, глазки вроде загорелись. Подружки, пьяки и лягушки. Я считаю, что они будут хорошо смотреться вдвоем. И видно, что человек перспективный, уверенный в себе. Это то, что нужно Юлии. Опять же у них какие-то вот наши перспективные. Что вы скажете? Мне кажется, вот Денис, он больше, более харизматичный чувствуется. То есть если надо будет, он сможет форсировать какие-то события, он сможет владеть ситуацией, вряд ли ему изменить самообладание. Ну, на мой взгляд. Да, в данном случае он мне более симпатичный. Именно вот этой харизмой. Спасибо, Юля. Как вам? Мне Денис очень понравился. Очень хороший молодой человек. Конечно, ты и понравился. Из него можно. Да, он действительно харизматичный. Он действительно уверенный в себе. Он внятный. С ним было приятно беседовать. Ну да, выживают сильнейшие. Такая жизнь. Мне очень понравился Денис. Но если вы выберете его, будут два но. Во-первых, он всегда будет окружен девушками. Потому что водолеи мужчины дружат с огромным количеством женщин. И поверьте, далеко не со всеми у них платонические отношения. Все мужчины водолеи. Это абсолютно все. Она же тоже сама говорила, что у нее много поклонников. У тебя много вот таких вот подруг, как мы. Так что ничего страшного. И второе. Он про это не сказал ничего. Но я читала, когда готовилась к программе в его биографии, что он хотел бы себе семью патриархального уклада. И жену, которая бы хранила домашний очаг. Вот если вы готовы перетекать от кухни в комнату, и из комнаты обратно на кухню готовить ему обед, наверное, ему будет проще вас воспринять. Но мне кажется, что вы женщина немножко другого типа. Спасибо. Впереди у Юли третье свидание. Может быть, она встретит свою судьбу? Не переключайтесь. Это программа «Давай поженимся». Она о том, как найти свое счастье. Мы уже познакомились с двумя молодыми людьми. А сейчас я предлагаю посмотреть на третьего. Кирилл. 32 года. Он влюбляется только в самых красивых девушек. Но именно они и разбивали ему сердце. Одна разочаровала, попросив оплатить зарубежную поездку, другая просто исчезла, пока Кирилл был в командировке. За последние 10 лет шесть провел в поездках, поэтому ему трудно было строить постоянные отношения. Кирилл коллекционирует живопись, любит временами побыть в одиночестве, терпеть не может ночные клубы, хотя любит танцевать. Он во всем ищет гармонию. В Юле он увидел сочетание внешней и внутренней красоты. Дорогая Юля, очень рада знакомству. Надеюсь, что ты получишь массу положительных эмоций на этой передаче и сделаешь правильный выбор. Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Позволь проводить меня. И руки холодные. Здравствуйте. Кирилл, вы были у нас в качестве свата, да? Свата два раза, да. А я вот от розы услышала такое выражение слово «свата» — «свята». Вот кто ваши сваты? Это мои друзья Александр. Мы с ним вместе учились в школе. И Владислав вместе учились в университете. Кирилл, а чем так понравилось Юле? Ну, я вообще в девушке ищу гармонию, хотя, конечно, внешние качества важны для меня, но я ищу в ней гармонию, чтобы внутренний мир соответствовал ее внешности. То есть я вижу в Юле очень целеустремленную, энергичную девушку, которая стремится реализовать себя в этой жизни, стремится к каким-то новым достижениям, сама ставит свои цели. Вот. Это меня не очень в ней нравится. Кирилл, ну трудно представить, что девушки, проходя мимо вас, не сворачивают головы. Вы действительно высокий, статный, образованный. В чем дело? 32 года. Ну, знаете, я должен сказать, что, в принципе, у меня ситуация своеобразная. Я за последние 10 лет, примерно 6,5 лет прожил за границей. И не, скажем так, не за один раз, а за два раза. То есть два раза в одной стране. То есть такие командировки длительные. Три года проработал здесь, но у меня был такой очень интенсивный график. Я еще преподавал детям английский язык. То есть у меня свободного времени вообще не было. И потом на 4 года и 4 месяца я уехал в другую страну. А, ну, отметить жену, конечно. А в другой стране вам просто нельзя было завести никакие отношения? Ну, естественно, дипломат не может иметь отношения с иностранками, но как бы с русскими девушками там тоже это невозможно сделать, потому что там их просто нет. Он всегда так и будет за границей. Он, как думаешь, с сегодняшнего дня начнется другая жизнь? Кирилл, скажите, влюблялись вот так вот до полусмерти, нет? Да, да, было дело, конечно. Влюблялся. Я влюбился в одну девушку. Вот она высокая, статная, красивая. К ней подошел, чтобы познакомиться. Оказалось, что в этот день, день рождения. Вот я, естественно, решил подарить ей цветы. Специально пошел, купил букет цветов. Я знал, где они будут праздновать ее день рождения. Пришел, чтобы подарить. Но их там не было. В следующий раз, когда я ее встретил, это было 9 мая. И я тоже пошел, специально купил ей цветы, принес, подошел к ней, чтобы подарить. На что она мне сказала, что в этот день я должен не подарить ей эти цветы, а положить к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. Она это сказала при всех? Да, при своих подругах. Они засмеялись? Ну, я точно не помню. Но она это сделала некрасиво, да? Она, да, это было с такой вот, как бы, какой-то отмашкой, такой определенной. Поэтому, ну, я, в принципе, так и сделал. И куда цветы делали? Я так и сделал. Я их возложил к памятнику погибшим. А любовь не прошла? Ну, она со временем прошла. Потому что, наверное, это не единственный был эпизод, когда она выделывалась перед вами, да? Ну, я, в общем-то, меня это охладило. То есть у вас с ней даже ничего не начиналось? Нет, ничего не было. Ну, были, скажем так, краткосрочные романы, когда я приезжал сюда в отпуск из командировок с одной девушкой я, ну, около года, может быть, поменьше переписывался по интернету. И как-то у нас такие установили сразу достаточно теплые взаимоотношения. Вот. И когда я приехал, ну, был такой достаточно бурный роман. Я тоже ей там дарил цветы, мы куда-то несколько раз вместе сходили. Но такой был момент. Я себя не считаю жадным человеком, сразу скажу. Но она попросила так очень вскользь, как бы сказала, что вот она согласна со мной встретиться сегодня. Но не знает, во сколько ей будет, потому что ей нужно найти деньги, там, по знакомому она сейчас ищет, найти деньги для того, чтобы отправиться мать и ребенка в Турцию. Вот. Ну, это был такой намек. Ну, я, в общем-то, ну, интуитивно я чувствовал, что что-то, в принципе, не в порядке в этой ситуации. Потому что мы не так хорошо друг друга знали. То есть начальный этап. То есть вы не оплатили эту поездку ей? Я, значит, не стал... Да, ну, что такого-то? Супердей какой. Жадина. Стал, но сделал вид, что я не понял этого намека, потому что в прямой это не было сказано. Вот. Ну, и с этого момента ее отношение, в общем-то, ко мне охладело, она стала избегать встреч. Ну, понятно, Кирилл. Про вас понятно. Я вот хочу к вашим друзьям сидеть, улыбаться. Приятно. Просто очень рады здесь быть и рады... За Кирилла, правда? Да, очень рады. Ну, клевый парень-то. Да, он очень хороший человек. В чем его проблема, объясните? Слишком хорош? Вы знаете, он, во-первых, скромный. Видно. Он немножко, как бы, закрыт в себе. Вот. И он, как бы, очень... Не то, что разборчив, да? Для него очень важно внутреннее, на самом деле, состояние. Хоть он говорит про внешность. Для него важен очень внутренний мир какой-то человека. Обязательно. Он же должен будет вывозить свет. Это по этикету положено. Дипломат, он не может пойти. С кем попало? Да. Положение обязывает. Естественно. Кирилл, уже детей хотите? Да, конечно. Хочу детей, семью. Вот у него, у них что-то схожее есть. Там он хочет семью, она хочет ребенка. А вообще-то да. В связи с вашей профессией вы дипломат, и вам необходимо иметь какие-то доводы, то есть вам необходимо уметь вести переговоры с разными людьми, выходить из сложных ситуаций. Я после этого время провожу небольшой социологический опрос, насколько возможно люди считают жить с человеком и на протяжении всей жизни не иметь никогда никаких конфликтных ситуаций. То есть никогда не ругаться, на полутынах разговаривать, исключительно на взаимопонимании. Насколько у вас, может быть, было или вы считаете возможным это? Потому что всегда ответ нет. Вот я ни одного не слышала еще ответа да. Я спокойный человек, не конфликтный, который всегда старается находить компромиссы, поэтому для меня это не представляет, в общем-то, никаких трудностей. Кирилл, а если не найдете компромиссы? Согласись, что там немножко поздорить, а потом очень здорово помириться намного интереснее, правильно? Конечно. Вообще, вы никогда на повышенных тонах, с кулаками не выясняли отношения? Нет, с кулаками, но это вообще с большим... Да, они нравятся, мне друзья такие клевые, правда? Уда, да. Нравятся, да. А, Кирилл, может быть, у вас есть вопрос к Юле? У меня есть знакомая, с которой мы ходим на лекции в Пушкинский музей по истории живописи. Вот ты нормально относишься к тому, что у твоего избранника есть подруги-девушки? Не будешь ли ты ревновать? Опять подруг девушек. Если честно, я ревнивый человек, но обычно в отношениях, если у меня появляется доверие к человеку, то оно присутствует и, собственно говоря, спокойно к этому отношусь. У меня безграничная доверие к моему мужу, но я бы задушила его, если бы у него была подруга, с которой он ходил бы вместе на лекции по культурологии. Кирилл, покажите сюрприз. Дорогая Юля, я бы тебе хотел подарить эту бутылочку пилигрима с таинственным посланием. Она символизирует новое открытие, новое путешествие. Я уверен, что в твоей жизни также есть и место, и ты стремишься к каким-то новым открытиям. Для тебя... АПЛОДИСМЕНТЫ Еще я бы хотел тебе подарить такие розочки. Я знаю, что ты увлекаешься танго, вот для того, чтобы ты танцевала, и вот такая красота была у тебя. Ну, приколите на голову. Это одевается, насколько я знаю, на шпильки, поэтому чтобы на обеих шпильках были эти розочки. АПЛОДИСМЕНТЫ Отправляйтесь в свою комнату, скоро узнаете, кого выбрала невеста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ай, ну да, ну как что ж. Ну, короче, мне понравилось, как ты себя вёл. Ты себя вёл абсолютно искренне. Спасибо. Молодец, молодец, Кирилл. Какой внимательный, какой подарок, фантастика. Ну что, есть что обсуждать? Понравился? Уверенный мужчина, состоявшийся. Что вы скажете? Как мне показалось, человек знает, чего он хочет. Его не будет встать из сторону в сторону. Он очень определённо, чётко знает, чего он хочет. Расставлены приоритеты. Ну, вот это важно для мужчины. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия. У Кирилла есть одно слово, которое определяет его. Это слово гармония. Это моё самое любимое слово. Это, собственно говоря, к чему я стремлюсь во всех областях жизни. Он очень душевный человек. Это для меня тоже первоопределяющее. То есть мне очень сильно понравилось вот именно на каком-то вот душевном уровне. У меня к Кириллу вообще нет никаких вопросов, нет никаких претензий, нет никаких «но». Может быть, только Василиса найдёт. У меня есть только к Юле. Я могу сказать, что Юля, на мой взгляд, не очень объективно его оценила, не очень адекватно. Она говорит, что он гармоничен. Кирилл – негармоничная личность. Гармоничная личность – это средненормальный человек, у которого всего по чуть-чуть. Вот в этом смысле Кирилл негармоничный. У него, очевидно, переразвита карьерная функция. И его цели в основном располагаются именно в карьерной сфере. Потому что в личной жизни к 32 годам он никак не преуспел, и ни ярких романов ничего не было. Кирилл, ты только не переживай. Нет. Да, по-моему, мы больше переживаем, чем Кирилл. Ну да. Но, тем не менее, это человек с ярко выраженными приоритетами, действительно, с ярко выраженными ценностями. Но мужчина, который способен жениться, не побоюсь этого слова формально, без чувств, сделав это с головой по-настоящему. Без чувств я никогда не буду. Жениться без чувств не буду. Нет, ну как ты можешь? Мне это просто не нужно. То есть, конечно, он не мужчина обуреваемой страстями. И любить, и выдавать вам нежности целую кучу он не будет. И бороться за вас, истекая кровью, он не будет. Вы должны это понимать. Потому что он живет в мире формальных установок. Где эти формальные установки имеют вес определенный. Вот если вы готовы к такой формальной жизни, формализованной, то почему нет прекрасных кандидатов? Да, я тоже. Если вы готовы соблюдать этикет, не оспаривая, а почему я, собственно, должна выходить в платье в это время в коктейльном, а я хочу пойти в блузки и в джинсах. Идти на шагу сзади тебя. Да, 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 да. Никогда это не должно обсуждаться и оспаривать. Если готовы себя на втором месте, то просто... Да, я бы добавила, что два в одном. Что хотели, то, собственно говоря, и есть. Через несколько минут Юле предстоит сделать выбор. Это программа «Давай поженимся». Найдите своего спутника жизни. Кого из трех женихов выберет Юля, узнаем прямо через несколько минут. Но для начала давайте посмотрим на экран и вспомним, какие главные требования она предъявляла к своим женихам. Юлия, 26 лет. Юлия – банковский работник. Выросла в шахтерской семье в Кемеровской области. Юля признается, что поклонников у нее много, но она одинока, потому что ждет настоящего чувства и без этого замуж не пойдет. Она мечтает встретить спортивного, высокого, храброго мужчину, который станет ей мужем и партнером по аргентинскому танцу. Мария, Ольга, кого вы рекомендуете своей подруге? На мой взгляд, Кирилл – это тот человек, который наиболее совпадает с Юлиным характером и заявленным, ну, не требованием, а пожеланием, так скажем. Юля мне понравилась. Ну, выберет она, скорее всего, Кирилла. Вот, если зайдет, естественно, я выйду. Что вы скажете? Мне понравились все молодые люди, но я бы тоже посоветовала Кирилла. Мне кажется, он с Юлей схож гармонией. Спасибо огромное всем троим парням за то, что они вообще нашли в себе смелость прийти, потому что я считаю, что это уже поступок, это уже характер, когда, ну, просто прийти на передачу даже ко мне. Спасибо вам большое. По поводу каждого могу сказать то, что все очень хорошие, все очень целеустремленные и уверена, что будет у всех все хорошо. Но Саша мне показался несколько, ну, менее мужественным, менее, так скажем, сильным характером молодым человеком. Но уверена, что в любом случае это тоже можно наработать. А по поводу Дениса могу сказать, что очень интересный молодой человек, харизматичный. Выйду ли я с ней? Не хотелось бы обижать, но если не выйду. Ну, а Кирилл, собственно говоря, как и у вас, не было вопросов. У меня тоже абсолютно нет вопросов. Я думаю, сейчас сидят огромное количество женщин у экранов и дико вам завидуют, потому что Кирилл на самом деле мужчина мечтает. Ух, какой он. Нет, что ты, правильно. Это правда. Кирилл, это же правда, что ты. Редчайший тип. Наверное, у него есть какие-то недостатки, и про них, может быть, скажет даже и Василиса. Наверное, потому что нет людей идеальных. Но я считаю, что вам сегодня страшно повезло, потому что мужчина, о котором вы мечтали, пришел сегодня за вас бороться. И мне кажется, даже здесь обсуждать нечего. Ну, естественно, Кирилл. Конечно же, Кирилл. Давай я выйду из тебя. Собственно говоря, я думаю, что сегодня выплатятся обе мечты. Кирилл. Василиса. А я уверена, что вам лучше всех подошел бы Денис. Каким ты ее сейчас отошлешь? Уверена в этом абсолютно. Но, как я уже говорила, общение с ним предполагает целый ряд сложностей. Не уверена, что вы к ним готовы. Кирилл, конечно, хорош, но я думаю, вы не представляете себе, с какими сложностями тут приходится. Придется столкнуться с точки зрения самоконтроля, с точки зрения контроля своих эмоций. А вы ведь совсем не такая спокойная девушка, какой и кажетесь. И какой здесь сидите, я бы сказала. У него с контролем эмоций все в порядке. Вот у вас, боюсь, нет. Поэтому я бы советовала Денису. Мне кажется, что это мужчина для вашей души. Слушайте свое сердце, Юлечка, и выбирайте сердце. Мы вас поддержим. Приглашаю всех выйти из комнаты поддержать Юлю. Подходите ко мне. Вставайте пока по обе стороны. Ну, давай, стойте так. Стойте, стойте, стойте. Только что на наших глазах сложилась пара. Юля выбрала Кирилла. Хочется надеяться, что они когда-нибудь скажут друг другу. Давай поженимся. С вами была Лариса Бузеева. Желаю вам, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!